В Харькове прошел показ фильма «Сто лет дизайна». Это документальное кино о том, что происходило с творческими решениями, начиная с 1918 года и по сегодняшний день. Лента состоит из небольших интервью известных дизайнеров. Его суть в том, что авторы фильма разделили последние сто лет на маленькие кусочки, величиной в пять лет. Собрали 20 топовых дизайнеров из топовых студий и каждого из них попросили рассказать, что самое важное, самое знаковое произошло в эту конкретную пятилетку. Дизайнеры рассказывают о губной помаде, выкручивающемся тюбике, о шрифте гельветика, а также киберпанке и баухаусе. Собрать в один фильм в полтора часа, можно сказать, целую эпоху развития, это очень здорово. Есть книги, есть журналы, но в фильме, в видео, в таком коллаже, как ребята назвали, в видео «Альманахи», я такого не встречала. По словам организатора, в решении представить сто лет дизайна харьковчанам пришло после просмотра ленты в Одессе. В процессе подготовки фильма мы решили сделать показ благотворительный. То есть, кроме того, что это интересное событие с точки зрения нового чего-то, информации о дизайне, в то же время это благотворительная, это помощь детям, то есть такая двольная польза. Все средства от продажи билетов поступят в фонд «Дети со спинально-мышечной атрофией». Они пойдут на поддержку работы организации. Мы не только фонд, как благотворительная организация, мы пациентская организация, которая поддерживает детей больным этим редким заболеванием по всей Украине. Также мы помогаем конкретно, персонально тем деткам, которые нуждаются. Приобретаем здраво стоящую аппаратуру, это аппараты поддержки дыхания, какие-то ортопедические приспособления, коляски и так далее. Деньги в том числе будут направлены на организацию мероприятия «Просма», на котором будут консультировать больных с пинально-мышечной атрофией.